Доброго всем дня! Меня зовут Анзор. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как утеплять бетонный пол. Вот. Существует очень много видов утепления. Пару из них я вам расскажу. Это утепление пенопластом, утепление различными материалами, керамзитом. Но мы на данный момент будем рассматривать самый дешевый вариант, это опилки. Почему? Общая площадь бетонирования у меня составляет 73 квадрата. Я посчитал, если в слой 10 см используют пеноплекс, то тогда получается, вот эта комната мне встанет около 40 тысяч. 73 квадрата в 10 см получается около 40 тысяч. Для меня это, не сказать, что неподъемные деньги, но все равно для меня кажется дорого. Теперь, то, что хотел рассказать про опилку бетона. Опилка бетон придумали, ну, вы это можете посмотреть в интернете, его придумали в 70-е годы. По теплопроводимости он, как бы, не хуже, чем... Ну, может, чуть-чуть уступает пенопласту, может быть, пенопласту и пеноплексу. Но он почему не получил широкого применения? На мой взгляд, это произошло из-за того, что опилка бетон не любит высокие здания. Получается, его можно только... Как бы, я так думаю, то, что можно строить одноэтажный. Вот. Из-за этого он не получил широкого применения. Вот. И самая главная цена. Например, если вот это мне все закрыть, 73 квадрата, у меня, я посчитал, у меня получится ориентировочно где-то около 10 тысяч. С ребятами, которые будут помогать, которые будут месить. Ну, и... И все такое. Теперь переходим к рецептуре. Также вы можете в интернете посмотреть рецептуру. Это у меня рецептура на блоки. Вот. Но если вы, например, хотите перестраховаться, перестраховаться, то можете добавить чуть-чуть песка и цемента для того, чтобы получить очень жесткую массу. Но, если вы добавляете больше песка и больше цемента, то, соответственно, теплопроводимость будет увеличиваться. И полам, теплым полам придется подольше нагревать. Но мы делаем по рецепту. Что для этого нужно? Песок, опилки и гашенную известь. Известь вы можете покупать как в пасте, так и можете сами гасить. Мы находимся в Башкирии, городе Старлитамаке. У нас здесь находится содовый завод, поэтому сытить у нас проблем нет. Значит, переходим к опилкам. Кто-то использует стружку, кто-то мелкую опилку. Но у нас на данный момент мелкая опилка. Почему? Потому что у нас была такая возможность ее взять. Теперь переходим к тому, как ее нужно использовать. Вот видим, что в опилках есть вот такая вот щепа. Она вам, в принципе, не помешает. Вот такая вот. Но мы ее очистили с помощью панцирной кровати. Для чего? Это сделано для того, чтобы при выравнивании она вам не выходила наружу, чтобы у вас опилки были чистые. А то, что вот осталась вот эта щепа, мы ее пустили вниз. В принципе, все равно закрывается бетоном, поэтому проблем никаких не будет. Мы здесь сделали замес. Перейду к рецептуре. Рецепт, значит, такой. 100 килограмм опилок. 100 килограмм опилок. 25 килограмм песка. 6 килограмм гашеной извести. И 20 килограмм цемента. Мы это все разделили ровно напополам. Почему? Потому что корыто, так называемое, оно не вместит такого объема. И поэтому мы сделали 50 на 50. Воду добавляете по усмотрению. Если, например, вы будете добавлять мало воды, то в этом случае вам будет очень сложно его месить. Мы добавляли воды даже, не могу сказать, около 10-15 ведер. Это зависит от вас. Теперь, что хочу сказать. Здесь мы предусматриваем теплые полы. Разговаривал со специалистами. Многие говорят, сначала у меня была идея положить пенопласт. От пенопласта мы сразу отказались. Не из-за дороговизны, а из-за того, что при монтаже теплых полов есть такая вероятность, что пенопласт весь потрескается. Соответственно, у вас будут перепады и будет не очень хорошо. Теперь, потом мы рассматривали пеноплекс. Материал хороший, ничто не скажу. Нет никаких нареканий, но дорогой. Сейчас у нас в стране кризис. Поэтому я считаю, что опилка бетон ничем не уступает пеноплексу. Поэтому, дорогие зрители, с вашего позволения мы сейчас начнем заливать. Баста. Итак, первый замес, который мы размешали, мы его высыпали сюда. Вот здесь я уже выгладил, а здесь еще нет. Маленькая рекомендация от меня. Если вы, например, у него у опилка бетонная структура пористая, соответственно, вы делаете вот так. Сначала выглаживаете. Вот таким образом. Выгладили. Вот у вас получилась неровная структура. Вот эти вот веревки, они нам служат более-менее уровнем. Соответственно, что хочу сказать. Если их нет, вам будет на эту комнату очень тяжело. По мере продвижения, вот эту центральную нитку мы двигаем на себя. Чтобы хотя бы приблизительно уровень знать. Я не говорю, что будет здесь точно. Но приблизительно мы все равно постараемся его выровнять. Вот. Потом, значит, выровняли. По нитке вывели. И вот такими вот пристукиваниями, пристукиваниями, вы его более-менее выравниваете. Таким вот образом. Потом еще в дальнейшем мы обязательно снимем о том, что получилось у нас в конечном счете. Как на нем ходить, как в него входит дюбель-гвоздь. Вот. Подписывайтесь и ставьте лайки. Дорогие друзья, решила показать вам этот ролик. Это самый бюджетный дом для круглогодичного проживания из архива строительного форума простодом.орг. В этом доме уже несколько лет живут люди. Двухэтажный малый дом Умка, который предназначен для тех людей, которые предпочитают небольшие строения до 50 квадратных метров. Выгода этих строений состоит в том, что на них государством выключен налог. Но при этом, при всем, дом может быть приятным и комфортным. В данном случае это энергоэффективный дом Умка, в котором достаточно небольшой печки для того, чтобы он был полностью обживаемый зимой и летом. Это дом для круглогодичного проживания. Толщина стен 30 сантиметров. Фундамент – монолитная плита. В доме нет ни единой батареи. В нем стоят специальные защищенные окна. Снаружи дом покрыт сайдингом. Таким образом, получается, что небольшая семья из трех человек может в этом доме комфортно проживать и зимой, и летом. Такой дом можно строить на участках от трех до шести соток. При этом место остается для того, чтобы были грядки, чтобы была теплица. В чем преимущество таких малых домов? Требуется малая энергия для того, чтобы согреть такой дом. Стены не пропускают тепло. Это проверяется с помощью тепловизора. Окна делаются специальными для того, чтобы они пропускали инфракрасное излучение и не выпускали его обратно. Делается двойная тамбурная дверь. Все это позволяет комфортно жить и зимой, и летом. Так что мы рекомендуем дом такой тем, кто хочет приобрести небольшой участок, дешево построить дом и платить маленькие налоги. В данном случае мы такой дом предлагаем людям, тем, кто приехал с периферии в Московскую область или приехал из стран ближнего зарубежья. В общей сложности такой дом им обойдется порядка 500 тысяч рублей. К сожалению, на видео не показан дом изнутри. Оператор просто не догадался его снять. И не говорится, какая полная комплектация этого дома. Про материал стен тоже, кстати, ничего не сказано. Но я знаю, что строители сами производят грунтоблоки. И, скорее всего, дом сделан именно из них. А поверх просто обшит сайдингом. В этом доме проживают две женщины. Оператор с ними тоже поговорил. И они подтвердили, что зимой в этом доме очень тепло. Отапливается дом небольшой дровяной печкой. И раз в сутки ее топят, этого тепла хватает на весь день. Этот ролик мы обнаружили в архиве строительного форума. Видео снято в августе 2014 года. На тот момент это был самый низкобюджетный дом для постоянного проживания. Именно для постоянного проживания, а не дачный домик. Цена дома названа именно на момент съемки. Сейчас она, конечно, изменилась. Потому что сейчас у нас 2016 год. Высказать свое мнение по этому дому вы можете на форуме. Ссылка к описанию к ролику. Заходите на строительный форум, регистрируйтесь, обсуждайте этот дом. И строительство других домов. Адрес форума prostodom.org